Всем привет, с вами Вячеслав Витек. Я продолжаю разбор и анализ своих интересных сыгранных партий. И сегодня очередная партия, в которой, внимание, у меня точность совпадений по шкале оценок ЧСКОМа 99,2. Да, это на самом деле большая редкость, подобные цифры. Я анализировал эту партию, ну и действительно партия получилась, на мой взгляд, на загляденье. И довольно-таки четко все было мною исполнено. Давайте обо всем по порядку. Я играл белыми фигурами, черными соперник под логином Матвеев Владимир. И поехали. Е4, С5, КНЕФ3, Д6, Д4, СД, КНЕФ4, КНЕФ6, КНЕФ3, А6. У нас на доске сицилианская защита и вариант Найдерфа слон Е3. Агрессивное продолжение, я часто так играю. Хотя сам по себе первый ход Е4, конечно, не основной ход в моей практике. Следует ход Е5, КНЕФ3. Я отхожу именно сюда. Хотя, конечно, гораздо популярнее отход КНЕФ3. Соперник играет слон Е7, слон С4, 2-0, 2-0 и слон Е6. Да, это популярная линия слон Е6, ФЕ и КНЕФ4. Этот ход я в свое время подсмотрел в партии Василия Иванчука. Партия довольно-таки старая. Соперник играет КНЕФ7. И это уже, видимо, серьезная неточность. Да, отмечу такой интересный момент. Раньше я считал, что это просто решающая ошибка. Так как Белый играет КНЕФ5, нападает на пешку Е6. И вообще непонятно, собственно, как ее защищать. Но вот это не первая партия. Да, тут очень важный момент. Не первая партия с Владимиром Матвеевым. Что, кстати, удивительно. Он уже дважды попадается на этот вариант. Он играет ФЕ5. Да, черные сразу форсированно не проигрывают. Под боем КНЕФ4, я играю Ц4, Б5 и КНЕФ3. Все это, видимо, сильнейшее продолжение. Следует ход БЦ, КНЕФ6, ЛДФБ8, ФЕ2. Да, тоже классный сильный ход. Во-первых, защитили пешку на Б2. Во-вторых, напали на пешку Ц4. Соперник играет ЛДЦ8. ЛДАФ1. Движок также дает предпочтение еще и ходу ЛДАЦ1. Видимо, привязываясь к пешке Ц4. ЛДАД1, ЛДААБ8 и КНЕФ5. Все это здорово, все это классно. КНЕФ5, ЛДАД5 с темпом. ФЕ4, ФЕ4, ФЕ4. Белый создает прямые угрозы мата. Следует ход Ж6. Да, и вновь очень интересный момент. Я сыграл СЛОНЖ5. Это тоже сильное продолжение. Но, по мнению движка, еще сильнее был ход КНЕФ4. Довольно эффектное решение. Но, дело в том, что после ЕД белые дают шаг на Е6. И черные фактически сразу погибают. На КНЕФ8 белые дадут шаг, точнее мат СА6. Ну, а на КНЕФ8 мы просто бьем на Д4. Да, ну и позиция просто рассыпается. На КНЕФ5 еще и ЛДАЕФ5 эффектное. Ну, а скажем, на СЛОНЖ6 белые тут могут все забрать. КНЕФ8. Ну, не знаю, забрать еще и, наверное, на Д6. В общем, позиция, конечно, абсолютно безнадежная. Такое не держится. Да, но я сыграл СЛОНЖ5, что тоже, в принципе, хорошо. Соперник играет КНЕФ7, пускается во все тяжкие. СЛОНЕФ7, КНЕФ7. КНЕФ5, ФЕРСЬ грозит, не дается на поле Е6. КНЕФ8 и Ф4. Да, белые подключают к атаке еще и ЛДАЕФ. Да, отмечу, что за исключением может быть где-то не, скажем так, абсолютно сильнейших продолжений. В целом, повторюсь, эта партия, ну вот, на загляденье, ни в один момент я уже не выпускал победы. Ну и повторюсь, за исключением мелких, может быть, неточностей, партия в целом проведена очень здорово. Соперник играет ФД7, ФХ4. Ну, понятно, что с таким королем, черным Дора, хороший совет. ФЕРСЬ А7, ШАК, КНЕФ1. КНЕФ8, ФЕ. ЛДАБ2, Е, да, это все сильнейшие продолжения. ФЕРСЬ Г7. Да, ну и здесь я сыграл попроще, ФЕРСЬ Ж4, нападая на ЛДЮЦ Э8. И на ЛДАДД8 въехал КНЕМ на Е6. Да, ну и здесь пора опускать занавес. На КНЕЕ6 мы просто убьем ФЕРСЬ Е6. Да, ну а на любой отход ФЕРСЬ А, там либо удар на Ф8, либо, по сути, мат на Ц7. Да, эта позиция, конечно, абсолютно безнадежная. Да, если вдруг, Владимир Матвеев, вы посмотрите данное видео, все-таки идти в этот вариант я вам не советую. На КНЕ4 есть интересные продолжения, в частности, КНЕФД7, или даже КНЕЖЕ4. Можно играть и так, и эдак. А вот, хотя вариант, повторюсь, интересный, его надо анализировать. Здесь много подводных камней для черных. Я надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и до новых встреч.